Приветствую вас, давайте мы с вами попробуем разобраться с вашим вопросом и попробуем как-то вообще разделить то, что происходит сейчас с вами, то, что происходит с бочерью, то, что происходит с бабочкой и вот как вам вообще в этой всей ситуации себя вести. Во-первых, только мне показалось, это то, что вы, именно вы, аноним, являетесь участником такого треугольника Скарпмана, где есть вы, дочь и бабочка. Ну, вашу бывшую свекровь я буду называть бабочкой для простоты. Есть бабочка, которая выступает своего рода спасителем для дочери и, наверное, преследователем для вас. Ну, поскольку мы говорим о дочери, то, соответственно, пусть будет она спасителем бабочков. Есть дочь, которая является как бы жертвой. Ей помогаете вы, ей помогает бабочка, хотя дочери у человека как бы 19 лет и не очень понятно, откуда у нее такое отношение к бабочке. Ну, то есть даже, если учесть, что она для нее много чего делает, то все равно. Как бы дочь уже взрослая и для нее нормально было бы как-то вот самостоятельно вести какую-то жизнь свою, самостоятельно уже существовать. Ну, может быть, брать, конечно, деньги у бабочки, может быть, взбользоваться какими-то благами, да, но, в общем, непонятно, почему она так привязана к бабочке и ее благотворить в 19-19 лет. Это может свидетельствовать о некоторых сложных процессах внутри вашей дочери, внутри сознания вашей дочери, потому что подобная идеализация кого-либо, вы знаете, возвеличивание кого-либо ведет к обесцениванию. И насколько она возвеличивает бабочку, насколько она обесценивает вас. И у обесценивания есть свои причины, как правило, эти причины – это обида, комплексы, конфликты внутриличностные. Но это с дочерью, что это касается дочери. И дочь – такая вот жертва. И есть вы, которая здесь выступает в качестве преследователя, то есть вы преследуете бабочку, преследуете дочь, ну, вот в психологическом смысле этого слова. И вы, в общем-то, выступаете своего рода таким агрессором для дочери и для бабушки, вероятно. То есть все дочь и бабушка, они вам как бы в одно лицо, да, говорят, что вы плохая, что вы пытаетесь разрушить их отношения и так далее, и так далее. И естественно, говорят вам, что вы поступаете очень плохо и негативно. Можно ли говорить о том, что вы не должны так поступать? Это вот самый главный вопрос. Нет, об этом говорить нельзя, потому что вы поступаете так по причине своей мотивации, то есть у вас есть мотивация так поступать, у вас есть нужда так поступать, у вас есть необходимость так поступать, какая? Это вот большой вопрос. То есть очень большой вопрос, какая необходимость, что вас толкает на то, чтобы быть преследователем в этом треугольнике. Либо чувство вины, как сказал мой коллега, либо страх, например, потерять дочь и, соответственно, остаться одной. Либо потребность значимости, то есть чтобы вас оценили, чтобы вас заметили, чтобы вас любили. В этом контексте можно говорить о том, что у вас конфликт со своими родителями, со своей мамой. Ну, это уже зависит от вас, будете ли вы работать над этим, хотите ли вы работать над этим. Так, значит, на дочь очень сильно влияет моя бывшая свекровь, родная ее бабушка. Вот вы знаете, я всегда так очень подозрительно отношусь к людям, которые говорят, влияют. Ну, потому что это такое очень субъективное такое понятие «влиять». Знаете, есть люди, которые играют в так называемый родительский комитет и говорят, вот на моего ребенка там кто-то, кто-то, кто-то плохо влияет. Обычно эта подобная игра подразделяется на две части, на два вида. На проецирующую и на интроецирующую. И вот вы занимаетесь проецирующей игрой сейчас. То есть вы проецируете свои какие-то переживания на дочь. То есть на дочь влияет бабочка. Да не может никто ни на кого влиять. Особенно, если ребенок здоровая личность. Германичная личность, адекватная личность. Никто не может ни на кого влиять. Понимаете? Вот. То есть если бабочка дает дочери вашей то, что ей нужно, то, чего она хочет, то возникает вопрос. А что вы можете дать? Вот и все. На каком влиянии лично идет. Далее. Она ее задабривает деньгами и вниманием, себя не жалея. Она задабривает. А дочь у вас что? Злая? Чтобы ее задабливать. Или бабочка вину свою чувствует? За что-то? Перед дочерью. Вот. Непонятно. Представьте себе, что если и вы делаете что-то из чувства вины, и бабочка что-то делает из чувства вины. Для дочери. Обычно такие люди, они ну, испытывают большие трудности. в жизни. У них либо завышена самооценка очень сильная, большая ранимость, отсутствие самостоятельности. Вот. Такая, я бы сказал, агрессивная психотическая позиция, модель поведения. Ага. Значит, чтобы потом, как ее не станет, моя дочь поняла, каково жить для бабушки. Откуда на нем вы это взяли? Откуда на нем вы взяли? И который через деньги пытается какое-то какое-то подобие этой близости получить? Я понимаю. Но откуда вы знаете, что она задабливает вашу дочь? Откуда вы знаете, что она делает это для того, чтобы дочь поняла, каково это без бабушки? Дочь ничего не поймет. На самом деле. Если если бабушка ее именно задабливает, дочь ничего не поймет. Дочь просто встретит того, кто может дать ей еще больше, чем бабушка, и забудет про бабу. Вот. В результате бабушка для нее все, а я живу не ради нее, а свое удовольствие. Ну, это типичная детская позиция, кто больше делает для человека, кто больше делает для ребенка, того ребенок и считает хорошим, добрым и так далее. Но только один момент. что ваша дочь, что ваша дочь не ребенок уже давно, давно, уже больше года, как она не ребенок. вот этот взрослый человек. И что процессы здесь куда более серьезные. то есть, видимо, вы не смогли подать себя дочери так, чтобы дочь понимала, что не все измеряется, как бы, деньгами и материальным вложением в человека. Почему не смогли так сделать? Потому что вы себя не принимаете как ценность. Если вы себя не принимаете как ценность, то и ребенок вас тоже как ценность принимать не будет. Потому что у ребенка нет мудрости родительской, да, на принятие другого человека. У ребенка все просто. Человек для него что-то делает, человек для него вкладывается, в него вкладывается, ребенок благодарен. Человек вкладывается по-другому, ребенок благодарен как бы по-другому. Все. Человек себя уважает, человек себя принимает, человек уверен в себе, и ребенок относится к этому человеку также. Человек относится к ребенку также, да, то есть принимает ребенка, прислушивается к ребенку, уважает. ребенка, дает ему возможность совершать какие-то поступки, соответственно показывает последствия этих поступков, и ребенок принимает себя. А вы? Вы говорите, я тоже все довольно многое, что вы обеспечите ее, хотя она учится. Вот. Понимаете, она не вопрос к вам. Вы для чего тратите довольно много? Чтобы ее обеспечить, бога она учится. Вы для чего это делаете? Для дочери или для себя? Если для нее, так просто делайте это, и все. Если для себя, то может быть не надо? Тогда. Потому что вас это, очевидно, напрягает. Вот эти вот напряженные отношения дочки-матери, это как раз таки, это того, что вас напрягает. Вы делаете что-то через силу. для чего? Зачем? Зачем? Для чего? Ну и что, мне тоже весь свой доход отдавать дочке. не знаю, мне кажется, у вас обиды какая-то очень сильная на кого только. На бабушку, на дочь, на себя. откуда такой очень примитивный взгляд на то, что принимает ребенок. Скуда? Почему так? то есть, вы будете отдавать свой доход дочери весь, ничего не изменится. Ребенок считывает отношения. не доход, не материальную какую-то составляющую, хотя и она тоже важна. Как вы себя преподносите дочери? Уважаете ли вы себя, любите ли вы себя? Вот что важно. То, что вижу я, не свидетельствует о том, что вы любите себя и уважаете себя, и принимаете себя. А значит, не принимаете дочь. А значит, именно поэтому она не говорит к бабушке, потому что бабушка ее принимает. Такой, какая она есть. И на уровне активности бабушки, бабушка принимает сама себя. То есть, у нее есть четкий план, у нее есть четкая цель. Вот, если вы правы, у нее есть четкая цель, чтобы дочь поняла, каково жить без бабушки. Эту цель, она добивается. Понимаете, какая это цель? Не важно, короче она или плохая. У бабушки она есть, она к ней стремится. И все. И дочь выйдет. Последовательное, стабильное поведение. Поэтому бабушка для нее и является всем. Опять же, что она идет все. Что такое все? Кумир, друг, кто? непонятно. Непонятно. За лето ездила с ней на экскурсию, на речку, шашлыки, на море. Как бабушка, я ее свозить не могу. Так, значит, за лето ездила с ней на экскурсию, на речку, шашлыки. Вы зачем с 19-летней дочерью ездите на море, на экскурсию, на шашлыки, ой, то есть на море, на шашлыки, на речку? Зачем? Вот для чего? Ваша дочь уже самостоятельно способна все это делать. хочет ездить, даете ей денег, езжай дорогая одна. Зачем вы ездите с ней? Для чего? Какой вы смысл для себя в это вкладывается? Вы серьезно считаете, что имеет смысл, куда вы поедете с дочерью? На море, на речку, в соседний двор? Вы серьезно считаете, что это имеет смысл для того, чтобы вам с дочерью стать ближе? Правда? Вы говорите, на море, как бабочка, я ее сводить не могу, потому что когда ушла, я взяла кредит на дом, чтобы жить. Оправдывайтесь перед нами. Опять же, зачем? Зачем вы перед нами оправдываетесь анонимно? Если вы сделали это, да, если вы сделали что-то, вы сами-то принимаете то, что сделали? Вы сами-то как считаете, что правильно сделали, или нет? Вопрос, взяли кредит на дом, это вопрос кредита, это такой более глубокий вопрос, я его пока, наверное, трогать не буду, но тем не менее, тем не менее, как вы воспринимаете свое решение о том, что взяли кредит, зачем оправдываетесь? Вы не уверены в своем решении? Вы сомневаетесь в своем решении? Вы считаете, что можно было сделать по-другому? У вас есть раскаяние за это решение, за этот поступок, за этот выбор? А раскаяние почему? Чем обусловлено оно? Понимаете ли вы, что дочери ваши объяснения, ей вообще не важно это все. Это чисто такая вот ваша проблема, что вы не уверены в том, сделать. уже полтора года, как я ушла от ее папы, но не хочу жить с маминским сыночком, ему 41. Знаете, тут, походу, обиды и на мужа есть у вас вот. Тут, похоже, есть даже негативный родительский сценарий, сыночек, когда вы выбираете мужа себе такого, маминского сыночка, вы не могли не знать, что он такой, но вы его выбрали. Возможно, именно для того, чтобы от него уйти, потому что боитесь эмоциональной близости. вы просто понимаете, вы начали писать про дочь, теперь вы говорите, что полтора года я ушла от ее папы, и говорите, что не хочу жить с маминским сыночком, то есть это уже разговор как бы про мужа вашего идет, про развод, это вообще другая проблема, к дочери она отношения не имеет, то есть вам наоборот дочь поддерживать нужно после развода, не деньгами, а отношением, взрослым отношением, понимаете, к ней, ну в общем это разные вещи совершенно, вы это как бы смешиваете воедино, да, и стабильно на мужа есть и как я уже сказал, потекающие отсюда проблемы и все накладываются на взаимоотношения с дочерью естественным, вот, свекровь как я ушла, едет ему кушать готовит и значит так и лезет во всевозможные дела и что отец к чему это какое отношение это имеет к дочери непонятно она ему передавала когда я была законной потому потому что с ее слов у меня никогда не было чего поесть а внучка и сын всегда голодные и что опять же ну говорила она ну престарелый человек пожилой человек вот так проявляет активность свою для себя она невероятно пошла теперь хочет жить для других свою жизнь не устроила вы почему бабочку то есть старую женщину воспринимаете себе как соперника вот как так может быть что вы воспринимаете ее как соперника понимаете ли вы что это говорит о вашей неуверенности в себе причем такой очень сильной неуверенности в себе ну говорила и говорила это правда была если да почему не корректировали если нет почему вас это задевало тогда дочь выросла я решила и нашла силу уйти из этой семьи не смогла сберечь гнездо опять же какое гнездо что это за понятие такое не смогла а сберечь гнездо на сохранении семьи работают два человека один человек не работал либо делал то что изначально делал и вы это принимали потом перестали и вы то есть просто вот хотелось бы понять почему вы это написали для чего то есть вот не смогли сберечь гнездо понятно чувство вины окей но вы же ушли у вас же есть причины по которым вы ушли и получается эти причины по которым вы ушли не перебивают то чувство вины что вы не должны уходить значит решение уйти было недостаточно волевым недостаточно произвольным оно было либо акцем бунта такой детской реакции и соответственно все остальное это проявление гордости либо либо у вас очень сильное чувство вины опять же очень сильный конфликт с родителями своими вашими родителями но либо гиперответственность и как следствие ожидание того что вас оценят что вас поймут ну грубо говоря будут любить на руках носить и так далее то есть ответственность как средство сближения людьми это не работает с близкими это не работает с дочерью это не работает с мужем пока такое поведение вопрос моя дочь так и не поймет что любовь за деньги не получается если вы ей не покажете если вы сами не будете демонстрировать это то нет не поймет или может быть поймет но сама через очень сильную боль и через работу с психологом uve я Что нужно сделать, чтобы как-то уменьшить влияние бабочек? Да, никак не надо уменьшать влияние бабочки. Вы себе гармонию как бы обретите, поработайте. Наверное, над обретением гармонии с собой просто более ценностное отношение к себе выработаете с психологом, например, и все. Не надо никакое влияние бабочек уменьшать. Позвольте бабочке быть с собой, а себе с собой. Понимаете? Что вы мне посоветуете? И много знаков вопросов. Вы знаете, советы это очень такой удел, такая форма советы. Это вверх. Не советовать надо работать вам над собой. С помощью психолога. Вот это нужно делать. А совет это, что такое? Готовая модель, готовое решение. Поступай так, делай так. Вопрос в том, можете ли вы так поступить? Понимаете? Вопрос. Можете ли вы иначе? Есть ли у вас средства? Вот, например, вы сейчас находитесь в треугольнике Карпмана, и, возможно, вы в нем находились очень долго. Вряд. Снова это были ваши родители, потом это ваша семья со свекровью в качестве агрессора, и вам ее в качестве спасителя, мужа. Теперь это та же самая ситуация над дочерью, где вы очень выступаете в роли преследователя. Вот. Понимаете? То есть, сперва нужно выходить, из этого, сперва, из этого треугольника нужно выйти. Вот. То есть, вы выбирая, у вас есть цель какая-то. Цель, скорее всего, проецирующая, проецирующая цель, то есть, я хочу, например, внимание к себе, да? Для этого я что-то делаю для дочери. Для этого вот я вкладываюсь, вот я что-то делаю, 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 но я этого не получаю от дочери. Проникает вопрос, чего вы хотите? Какими методами вы этого добиваетесь? Готовы ли вы платить за это? Вот у меня ощущение, что вы не готовы платить за то, что делаете. Вот не готовы. Абсолютно. Почему не готовы? Потому это кредит. Почему не готовы? Потому это, как бы, у вас на дочь идут проекции. То есть, вы за свои желания и за способы реализации своих желаний расплачиваетесь дочери. Дочь страдает-то по итогу. По итогу. В очередь, по итогу будет хуже всего. Потому что вот это все уйдет, бабочка уйдет, вы уйдете, она останется одна. И кому она будет нужна в таким отношениях, когда за нее борются? Вот подумайте об этом. Просто подумайте. Просто подумайте, как сделать так, чтобы дочь была более приспособленной к жизни. А не над тем, родивая вы мать или неродивая вы мать. Это вообще история не про дочь, а про вас, про ваше отношение к себе. Просто, ну, не мирила ребенок своим родителям. Только родитель сам себе мирила. И последнее. Ваша дочь уже взрослый человек. Ей 19 лет. Перестаньте относиться к ней так, как будто она маленькая. Реши ли ее обеспечивать, пока она лучше обеспечивать. Если не хотите обеспечивать, так не хотите. Что я тебя обеспечиваю. Не буду там, как бы, у меня нет на этот средств. Это все. Уверенность нужна в себе. Принятие нужно в себя. Любовь к себе нужна. Понимаете? Любовь. Не любите себя, не можете любить ребенка. А ребенок будет искать любовь где-то еще. Где-то еще. Вот бабочка дает ей, она ее принимает. У него другого нет. У него другого нет. Понимаете? У нее есть папа, который такой безвольный. И мама, которая постоянно себя извинит. Постоянно такая усталая. Постоянно выбивается. Постоянная жертва. Вот. В душе. В душе этого жертва. В душе-то вы постоянно наизнос. В душе-то вы ответственность постоянно переносите с себя на кого-то. А это отсутствие личной границы. То есть вы жертва, потому что не берете ответственность за свою жизнь на себя. А это происходит из-за того, что вы не отстроили личные границы с другими людьми. И из-за этого у вас постоянно, постоянная травматичность происходит. Но это можно поправить. Как и геродительский сценарий. Можно подкорректировать. Такое отношение к себе можно сделать более ценность. И так далее. Все это корректируется. Само собой ничего не происходит. Я рекомендую вам больше внимания уделять сейчас себе. Меньше внимания для дочери. Поменьше ездить с ней. Попороче давать ей свободы. А бабочка пусть сделает все, что хочет. Никакого влияния нет на дочь. Влияние это внущаемость. Внущаемость это неуверенность в себе. Неуверенность в себе это неуверенность в себе родителей. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались дополнительные вопросы, пишите в личку. Буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!